Золотая рыбка Приветствую вас, Алексей. Здравствуйте. Вы знаете, очень удивили вы меня в одной из бесед. Вы сказали, что вам неинтересно работать с... Ну, в качестве одной из ваших, так сказать, ипостасей, это озвучивать фильмы. Новые западные новинки, потому что очень упал уровень голливудского кино. Но это вообще наблюдение вашей среди или это ваше персональное какое-то впечатление? Это мое профессиональное впечатление, мое личное впечатление, потому что я не знаю, как воспринимают это, как говорится, на вкус и цвет товарищей. Поэтому мне просто перестало это нравиться. Ушли фильмы, может быть, вместе с большими мастерами ушли фильмы. Последний фильм, который я вспоминаю, и он был последним большим фильмом в моей вот этой вот Корее, как говорится, никогда не говори никогда, но это были темные времена. Фильм, от которого я получил, в общем, колоссальное наслаждение. И от самого фильма, и от работы Гэри Олдмана, и так далее. Вот это вот. Дальше я... То ли я перестал попадать на такие фильмы, но у меня была до темных времен, у меня была череда картин, которые я уже должен был озвучить. Я думаю, господи, ну зачем же я тогда подписал-то вот этот вот, ну, этот контракт, ну, какая... пошлятина какая-то. Просто какая-то пошлятина. Мы про сценарный аспект говорим. И про сценарный аспект, и про то, что, как вам сказать, про вольности, которые сейчас допустимы в западном кинематографе, я ничего не имею против никаких ни гендерных, ни каких... вы понимаете, о чем я говорю, никаких... ни среди меньшинств, ни так далее. Нет, но это так стало, на мой вкус, пошло муссироваться там, в кинематографе, в том числе. Поэтому мне перестало это быть интересным. Просто перестало быть интересным. Я думаю, ну, подождите, ну, сценарий, ну, вот идет, идет развитие, есть какая-то история. А вот эта коллизия мне зачем сейчас? Вот только для того, чтобы мне показать, что вот это вы поцеловались? Ну, зачем? А ощущение такое, мне перестало это быть интересным. Это пошлятина. При этом ведь и операторское мастерство, и качество картинки осталось прежним, даже, в общем-то, и стало лучше. Да, да, да. Потому что школу все равно никуда не денешь. Я всегда говорил, говорю, и пока буду говорить, пока есть, они сильны в монтаже. У них очень хорошие, хорошие режиссеры монтажа. Но я боюсь, что и эта школа скоро у них куда-то сойдет на нет. Потому что... Почему? Ну, у них такое впечатление, что у них все это мельчает. Они... Такое впечатление, что они не самообразовываются. У нас сейчас люди пытаются самообразовываться. У нас пытаются выходить на какой-то новый уровень. Я это вижу. А там ощущение, что они просто... Человек знает, как нажать на синюю кнопку. И он вот сидит и нажимает на синюю кнопку. Мыслительный процесс теряется. Вот у меня такое ощущение. Может быть, я ошибаюсь, но у меня такое ощущение на сегодняшний момент. У нас люди сейчас только стали самообразовываться? Или вообще всегда так было? У нас люди вот в этом направлении работали? В вашей отрасли, я имею в виду. Кинематограф, актерское мастерство. Вообще, если глобально брать о самообразовании, о том, что я говорю, я вижу попытки, особенно молодых людей, которые сейчас выходят из театральных вузов, где, в общем, да и вообще в вузах, в общем, образование все равно оставляет сейчас желать еще лучшего. Они пытаются находить какие-то курсы, повышать свою квалификацию, все прочее. Но все равно эпоха дилетантов, которая наступила... У нас? Или в целом? Или это глобальная какая-то? Глобальная, глобальная. У нас она наступила, эпоха дилетантов. Дилетантов очень много. Что причиной? Это долгий разговор. Где кроется причина? Мне кажется, она кроется в 90-х, эта причина. Опять же, я могу ошибаться, это мое личное мнение. Потому что тогда и образование перешло на другой уровень. Потом, когда образование перешло уже в начало 2000-х, оно было где-то вообще потеряно. Вот, например, если говорить об истоках, например, АЕГ, я не понимаю, зачем это нужно. Оно, люди перестают... Это вот к началу нашего разговора. Люди перестают мыслить, они знают, где поставить галочку, они знают, где нажать кнопку. Не больше. Люди перестали письма писать. Это я не ратую за то, чтобы люди возвращались к счетам от компьютера. Нет, просто вариативность нужна. И поэтому наступила эпоха дилетантов. Дилетантов очень много. В режиссуре, если касаться нашей профессии, в режиссуре. И слава богу, что остались какие-то еще старые мастера. Но видите ли, молодые люди, которые... Это может выглядеть брюзжанием. Молодые люди, которые получают уже вот то неважное образование в школе, они, может быть, не заинтересованы учиться. Они не умеют учиться. У меня было ощущение, что нас как-то умели заинтересовать учебой. Ведь человек учится, когда он... Согласитесь, да? Это я вас тянул. Согласитесь! Нет. Человек учится, когда его заинтересовали. Ведь в этом есть заслуга педагога, который может заинтересовать. А сейчас, в общем, у педагоги какие-то бывают не совсем интересные. Интересный режиссер. Вы сказали, что про режиссуру, что интересные режиссеры у нас не появляются. То есть только по инерции есть. Нет, почему? Нет, 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 нет. Интересные режиссеры появляются. Я, к сожалению, просто в силу разных обстоятельств. Не потому что я не хочу. Я пока не сталкивался со всеми молодыми режиссерами. Но молодые режиссеры, я какие-то работы вижу, они мне нравятся. Они какие-то есть и небанальные ребята. Ну, сейчас не могу назвать фамилии. Но то, что я вижу по телевидению, иногда и в кинематографе. Я листаю потом компьютер, думаю, ой, батюшка, он только что закончил в ГИК. Или, думаю, мастерская. Думаю, смотри, какое интересное, какое небанальное решение чего-то. И причем и монтаж неплохой. А потом смотрю, а он где-то еще пытается образовываться. Он где-то еще пошел на какие-то еще курсы, смотрит какие-то фильмы. У меня сын сейчас закончил в ГИК и, в общем, становится оператором, по-моему, очень неплохим. Он закончил у Игоря Семеновича Клебанова мастерскую. И, в общем, он сам пытался уже, даже обучаясь в институте, он пытался уже где-то, он массу фильмов посмотрел западных. Он видит уже, он картинку видит по-другому. Я не скажу, что картинка западная, но она не банальная. Не просто крупный план, средний план и там так-так-сяк. Вы, поскольку упомянули педагогов, то я знаю, что вы по просьбе наших продюсеров принесли вот эту книгу Александра Белинского «Старая танго». Расскажите, я насколько понимаю, это ведь имеет отношение к теме разговора. Я мистик. Ну, не совсем, но мистик. Я когда собирался поступать в театральный институт, живя в городе Махачкала, я, в общем, там, что доходило в доме книги, была такая полочка, кино, театр и все прочее. Вот эту книжку я там купил. За 75 копеек, я смотрю. Именно за 75 копеек. Ее прочитал, я даже не знал, что я к нему поступлю, к этому человеку. В общем, я смотрел какие-то эти фильмы, балеты и так далее. Я даже и в Москву-то я не ехал, потому что я, кроме школы-студии МХАТ, я ничего не знал в Москве, написал письмо Олегу Павловичу Табакову. Как к вам поступают? Мне пришло отпечатанное на машинке за подписью Олега Павловича, пришло, что надо прочитать там басню и так далее. Я побоялся ехать в Москву, и я поехал в Ленинград. И курс набирал Александр Аркадьевич Белинский. Вот так вот сложилось. Вот у меня была уже его книжка. И потом все, что я имею на сегодняшний день, то, чему он меня научил, и то через какое-то там вот это правило рукопожатий, оно с его помощью было колоссальным совершенно. Я через одно рукопожатие с Алексеем Николаевичем Толстым, понимаете, это очень как-то... Я пожимал руку его сыну, понимаете. Я, в общем, таких людей, которые... Я пожимал руку ему через него, Георгий Александрович Товстоногову, или там, опять же, Николай Николаевич Трофимов, которого он приводил к нам на курс. Он приводил и знакомил нас с массой людей. Первый поход потом на Ленфильм. Я оказался на Ленфильме тоже благодаря Александру Аркадьевичу. Потом я познакомил... При каких обстоятельствах? Это был... Ну, год это неважно, какой-то 90-90 какой-то год. Виталий Вячеславович Мельников, известный наш кинорежиссер, а я тогда уже был мальчик пытливый. Я знал, что у него там и старший сын он снял, и «Утиная охота», все. Он снял фильм под названием «Чича». Это был фильм перестроечного времени о военном человеке, который работал в хоре, была комедия какая-то такая, он работал в хоре, пел то басом, пел разными голосами. И он в конце картины потерял голос там. В общем, сюжет я уже не помню. Сюжет был какой-то... В общем, и Александр Аркадьевич, зная уже мою способность к подражанию, он говорит, ты знаешь, там вот Мельников, что-то такое, он меня спрашивал, есть ли у меня кто-то, кто может воспроизвести голос, там артист не может что-то озвучить. Давай-ка, Лешенька, ты приедешь, и попробуешь у него это сделать. И вот так я получил первый вход на Ленфильм, и так я познакомился тогда с Виталием Вячеславовичем Мельниковым, и сделал ему то, что он просил в этой картине, там звучит мой голос у главного героя. Все. И так вот дальше, там дальше, ну, ничего не получилось. Но первый мой поход на Ленфильм был благодаря Александру Аркадьевичу. И первые мои какие-то там знакомства, в том числе это просто благодаря Александру Аркадьевичу, он меня представил, я познакомился с Игорем Борисовичем Дмитриевым. Ну, что может быть еще лучше. Или, ну, в общем... А петь вы начали когда? То есть это с детства у вас, вы в себе эти таланты обнаружили? Да, наверное. Учились? Наверное. Нет. У кисло-калу вы не учились? Нет. Вы певец-самоучик? Поскольку у меня жена педагог, кроме того, что она артистка, она педагог еще... Ну, она артистка такая. Да, она артистка, да. И она педагог Щукинского училища и института. И я поэтому немножко это знаю теперь в теории. Я, оказывается, с детства делал упражнения. То, что сейчас называется у них в программе наблюдения за кем-то. У меня была пластинка Виктора Чистякова. И я пел под нее. Мне было скучно. А потом я воспроизводил в том числе и музыку, которую я слышал, как Бурлаков в Росе. Вот я услышу там что-то на пластинке, кто-то поет. Я это как-то воспроизведу, потому что мне скучно. Я воспроизводил на голоса сказки с пластинок то, что было записано Литвинов, Плеад и так далее. И вот эти голоса, они как-то мне ложились в копилку, в копилку, в копилку. И все это... А потом, ну, наверное, это слух, который мне был даден откуда-то. А ноты читаете или нет? Нет, мне было лень. Мне было лень. На меня отдавали в музыкальный, не школу, в музыкальный кружок. Когда? В школе? Да, в школе. В школе. Не было возможности учиться на фортепиано. Я его пытался осваивать. Мне было любопытно. Я на слух что-то там подбирал и так далее. У мамы не было возможности мне купить фортепиано, но я купил мне аккордеон. Отдала меня в это самое. Я помню вот здесь, что какие ноты на аккордеоне. Здесь фадусолер или амисси. Вот это я помню. А в школу вы ходили там же, где и родились? Во Львове, да? Или нет? Да, да. А потом как вы оказались в Дагестане? Вы упомянули вам Махачкалу. Переехали, переехали просто спонтанность нашего летнего посещения маминой сестры. Там жила мамина сестра, мои сестры там жили. И мы туда приехали летом. Ходили, ходили на море. И так вот, шутка была вечерняя. Они сказали, ну давай, что тебе, Валь, что-то это во Львове там, в общем, дожди идут часто. А у нас здесь круглый год, считай, лето. А что тебе сюда не перебраться? Ну, мне 14 лет. Ну, давай. Да, давай. Мы дали объявление. Как шутку, мы написали объявление, развесили, и зимой уже мы поменяли квартиру. Ты была середина 80-х, так я понимаю. Да, мне было 14 лет. Да. Это был 85-й год. Вот, мы поменяли туда квартиру. Я в восьмом классе уже. То есть вы львовскую недвижимость поменяли на... Поменяли, да, обменом, вот тем советским обменом, тем способом, как раньше было. Мы еще... Ну, да, а, нет, тогда не было еще купли-продажи. Нет, был обмен. Был обмен. И мы даже ничего не доплачивали, это я точно знаю. Как люди тогда без интернетов обходились? Как вообще это работало? Жень, начало нашего разговора. Мы написали на бумажке, без ошибок. Написали объявления, написали их много. Мы же писали... У меня рука привыкла писать еще в то время. Была же традиция. Мы писали каждому родственнику, писали открытку. К 8 марта, к Новому году, к 1 мая, к 7 ноября покупались открытки и конверты. И мы заклеивали их потом. Была вот такая пачка. И сами получали это. Это же было очень здорово. Пистолярный жанр, конечно. Книжки читали. Вот, кстати говоря, мой учитель, несмотря на то, что он был академиком российского телевидения, он при нас говорил и все время себя цитировал. Потом у него это была цитата его, высеченная золотыми буквами. Я надеюсь, говорил он, что когда-нибудь телевидение перестанет нас зомбировать, и мы вновь станем самой читающей страной в мире, говорил мой учитель, академик российского телевидения. От вас это странно слышать, поскольку у вас ряд звездных моментов связан как раз именно с телевизионными проектами. И хорошо, я это не отрицаю. Я просто за чтение книжек. Понятно. А как вы попали на телевидение? То есть как вот это произошло? Все, случай, случай. Так же, как мы и говорим сейчас, приходя к студентам, я не преподаю, но я с женой иногда прихожу в институт, и все равно мы так или иначе беседуем со студентами или с молодыми людьми, что наша профессия – это случай. Это как… Ты можешь быть талантливым человеком, но наша профессия – это случай. Все, вот начиная от этой книжки, вот случайно я ее купил, понимаете, случайно поступил. На телевидение я пришел совершенно случайно, потому что я работал после… Не имея, в общем, возможности никакой устроиться тогда в Москве после Ленинграда, ну какой меня театр возьмет. Здесь свои есть и театры, и студенты, и все, и так далее. Я какое-то время работал в Московском театре кукол на Спартаковской, потому что у нас была с Александром Качевым специализация, на курсе мы осваивали кукол. Он хотел сделать синтетический курс, он так и говорил, я хочу сделать из вас синтетических артистов, которые могут владеть и куклой, и эстрадой, и пением, вы будете знать оперету и так далее. Все, я пришел в театр кукол на Спартаковской, и группа артистов из театра кукол была приглашена на Шаболовку, была такая программа «Лукоморье», образовательная программа для детей. В первом павильоне мы снимали довольно долго вот эту программу «Лукоморье», а потом туда пришел Царство Небесное Ваня Дыховичный, главным режиссером, и тоже совершенно случайно, идя по коридору, он мне сказал, «Молодой человек, можно вас на минуту? Скажите мне какое-нибудь предложение». Ну, пожалуйста. Давайте вы зайдете сейчас вот в ту студию и наговорите мне, я вам дам листочек, вы наговорите. И так я стал диктором межпрограммного вещания. Сначала мы были с Севой Абдуловым, там потом Севой не стало, я остался один, и я довольно долго был диктором межпрограммного вещания на телевидении. И все. А потом уже, когда я, если вы имеете в виду «Тушите свет», то я тоже совершенно случайно, я оказавшись уже в театре Моссовета, Саша Яцко, спасибо ему большое, он был знаком как-то с этой студией «Пилот», он мне сказал, ты знаешь, они там кого-то ищут, что-то им надо озвучить. Давай ты придешь на встречу, первая встреча у нас не состоялась, а вторая встреча состоялась. И вот я пришел туда, и они сказали, давай, вот у нас есть два мультипликационных персонажа, такой спокойной ночи малыши для взрослых. А вот так это, Хрюн Маржов, это так позиционировалось? Да, 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 ну сначала, ну ребята так сказали, такой спокойной ночи малыши для взрослых. Но сначала, давай зайчика, ну я как-то попробовал зайчика. Потом, говорит, а свинью можешь? Ну давайте свинью, а давайте вот еще вот это, ну пожалуйста, я попробую. Все. И потом зайчиком стал Саша Леньков, а я стал свиньей. Очень-очень надолго. Это был очень популярный проект. Очень. Очень. Вот тогда, вот тогда это был очень популярный проект. И я сейчас могу сказать о том, что, и молодым людям я об этом говорю, следите за своей головой, когда вы попадаете в очень популярный проект. Потому что я в какой-то момент, когда свалилась популярность, я какое-то количество глупостей это наделал, потому что у меня корона-то на голове так как-то засверкала. То есть, когда останавливает тебя гаишник, вот, и когда ты ему хрюкаешь из окна, и он расплывается в улыбке и говорит, доезжай, милый. И вот это я тоже на себя испытал. И когда вот такой вот, и когда ты стал, мне кто-то из старших товарищей сказал, вот популярность тебя настигнет, когда ты увидишь себя в кроссворде. Вот это есть, есть такая какая-то, какая-то такая. Я не знал об этом критерии. Да, да, да. Вот есть какой-то такой вот, мне сказали, вот те, и вдруг я вижу, значит, там, я увидел в одном кроссворде этого, значит, персонажа, как его зовут, Хрюн, хорошо. А потом, значит, артист, который озвучивает хрюна, и я увидел свою фамилию в кроссворде. Ну, думаю, ну, все. И тогда, конечно, где-то там поехала корона. На голове стало елозить. Можно глупости наделать много. Вы сами открыли эту дверь, несколько раз упомянули свою жену, но не произносили ее фамилию достаточно. Нина Дворжетская, моя жена. Знаменитая, да, фамилия. Вот если. У вас очень редкий случай, мне кажется, в актерской среде, когда жена старше мужа. Обычно как-то происходит наоборот. У вас когда складывалось, вот, когда вы поняли, что вы будете сочетаться с этой женщиной, значит, браком, вы про это думали или этот аспект вообще не держали в голове? Нет, вообще нигде не держал в голове. И никак у нас у обоих, по-моему, комплексов никаких не возникало. Нет, ну, может быть, как-то, я не знаю, может быть, нет. Нет, да и даже я могу сказать, нет, Нина, она даже мне этих вопросов не задавала. То есть я отматываю ленту назад. Нет, не возникало никаких. Мы как-то задышали одним воздухом сразу. 10 лет это фактически другое поколение. Или я не прав? То есть это те же коды, те же какие-то представления о... Те же, ну, 10 лет разница, да, но она... Тоже мне старший товарищ сказал, и мы сейчас в этом убеждаемся, он говорит, ребята, каждый год, если даже у вас будут возникать какие-то комплексы, но каждый год будет у вас все это... Сглаживать и стешивать. Сглаживать, стешивать, стешивать и все. Но у нас с ней совершенно одни... Один кинематограф, у нас с ней совершенно одни пристрастия, у нас совершенно одни шутки. И дело тут не в возрасте совсем. Тут, может быть, и 20 лет, и 30 лет разница. Мне кажется, в этом смысле никакой... Годы не играют никакой роли. А играет роль просто общность взглядов. Литература одна. Шутки, реакция на шутки одни. А вы идеологически совпадаете, или вы не ведете разговоры на околополитические темы, скажем так? Мы идеологически совпадаем, что вот это тоже большое счастье. Да, потому что я знаю много в вашей среде союзов, которые распались именно по этому параметру. Мы как-то не взначально об этом сказали, и в этом тоже очень большое счастье. Вот про Сталина. Вот работая над образом Сталина, и в качестве исполнителя роли, и над голосом, который в случае как раз с Есимом Зеленовичем очень существенный и важный вот этот аспект. Вы оправдывали? Считается, что исполнитель роли всегда должен оправдывать любые поступки персонажей, героя. Это неверная трактовка. Так, тогда объясните мне, какая верная. Учителя говорят, есть формулировка, это не оправдание поступков. Актер – это адвокат своей роли. Ты не должен, если ты играешь, например, ты не должен играть отрицательного. Это, ну, то есть, понимаете, когда вот, помните, добро пожаловать или посторонний вход восхищен. Весело мы говорим веселее, а бодры мы говорим бодрее. Так нельзя в нашей профессии. Если ты играешь плохого, надо искать в нем нечто, что могло бы быть, почему он такой. Вот там надо покопаться. Почему? Но играть плохого всегда неинтересно. Это очень однобок. Вот я играю плохого, я играю, а он человек плохой. Он же никогда не скажет о том, что я подлец. Тогда он уже не подлец. Или диктатор никогда не скажет, я диктатор. Ни один диктатор, на мой взгляд, не скажет, я диктатор, да что вы. Я большой демократ. Нет. Поэтому вот здесь, отсюда ноги растут. Я адвокат своей роли. Вот здесь, вот в этой формулировке. Мне кажется, что за время, которое прошло с момента, работы вашей над этим образом, произошла и происходит дальше ревизия как бы исторической роли Иосифа Сталина в нашей истории. Вы же знаете, что он самый популярный исторический деятель по современным опросам. Он и был, он никуда не девался. Разве? Он никуда, на мой взгляд, и не девался. Никогда, со времен, даже развенчание, на мой взгляд, культа личности, в это время я не жил еще. Да. Но моя бабушка, которая в эти времена, я не скажу, что она была репрессирована, она сидела около месяца. За что? Была какая-то такая история, о которой она, там она вообще очень много чего не договорила, а я в силу молодости, я у нее не выспросил. Она была во время войны, заведовала складом, это назывался склад НКО, Народный комиссариат обороны, складом военной одежды. То есть одежда, которая поставлялась, она была не всегда новая, она поставлялась уже из убитых или с раненых и так далее. Они ее там чинили и отправляли обратно. Это было, она заведовала этим складом. И чего-то в какой-то момент, чего-то там не досчитались и так далее, и ее взяли. Она провела где-то около месяца. Мама была, мама была маленькая. Мама плохо помнит этот период. Их там кто-то поддерживал, подкармливал и так далее. Потом вся ситуация разъяснилась, бабушку выпустили. Вот, несмотря на это, она вспоминала без пиетета, не то что, понимаете, да, она не была сталинисткой. Она вспоминала это время иногда, говоря о том, что вот, вот, порядок был. Да. Хотя потом, значит, ну, у меня несколько другой взгляд сформировался по поводу этого. Но об этом может быть после. Мама упоминала об этом, значит, вот как умер Сталин. Она вспоминала вот эти, значит, рев и так далее. И тоже как-то приговаривала о том, что вот в эти времена был, значит, держался какой-то порядок и так далее. Что вот страну как подняли после и так далее. Потом был, значит, этот разведчание культа личности. И после этого, встречаясь с разными людьми, и которые Сталина в том числе, я же не говорю о том, что все поголовно его как-то вспоминали, восхваляли и так далее. И были люди, которые его яростно ненавидели, не принимали то, что он делал, но все равно имя его с уст не сходило. То есть работа над этим образом, ваше отношение к историческому этому персонажу никак не изменила? Мое отношение? Да, ваше личное, да, как исполнителя. Нет, я... Ведь, вы знаете, смотрите, вот взять фильм, если по школе, по профессии идти, взять фильм «Ленин в октябре» или «Ленин в 18-м году». Помните эти фильмы? Конечно. Борис Васильевич Щукин. Если я смотрю с точки зрения профессионала, он играет внешне Ленина, но он играет не Ленина. Он играет какого-то другого человека. В большинстве случаев в образе Ленина с наклеенными усами, лысиной и бородой играли кого-то какой-то штамп номер один. Борис Васильевич Щукин играл живого человека в живых обстоятельствах. Как человек ходит, как человек может попить, поесть, как он может понервничать. Понимаете? Это вот его исполнение, оно, конечно, это, ну, эталон исполнения исторического персонажа. Когда мне предложили сыграть Сталина, ну, это, конечно, были определенные обстоятельства, временные, в которые я попадал. И потом, ну, конечно, я задавался вопросом, как же мне его, черт возьми, я испугался, как же мне его сыграть-то? Мне пришла на ум цитата великого артиста Геловани, который играл Сталина. Существовала байка, о которой мне рассказывал мой учитель. Что когда-то якобы самого Геловани Иосиф Виссарионович спросил, а вам не страшно играть, вот, товарища Сталина? И Геловани, якобы, будучи, может быть, в легком подпитии и так далее, он осмелел и сказал, Иосиф Виссарионович, а я не вас играю, я играю представление народа о вожде. Вот это портретное тоже. И у меня пазлы все складываются, когда я смотрю на Геловани. Это такой, да, плакат. Вот он играл представление народа о вожде. Я здесь пытался играть человека, которому, наверное, было тоже страшно. В 41-м году, когда немцы подходили к Москве. Что он думал? Это я, как артист, могу только нафантазировать. Но я не пытался играть плакат. Насколько это удалось, я не знаю. Это судить зрителям, они смотрели. Мнения разные. Мое мнение к нему не поменялось. Интересно, вы сказали, что судить зрителям. Значит, все-таки зрителям судить, а не профессионалам, я имею в виду, не кинокритикам. Они есть. Обидели вы сейчас нескольких людей, которые считают, что они такие есть. Ну, хорошо. А они написали что-нибудь? Нет, я имею в виду, они написали по поводу этой работы? Я не видел за последнее время ни одной. Я же не конкретно про эту работу. Да, нет, нет. На что вы ориентируетесь? Вот, когда вы считаете, что... Вот вы затронули очень важную тему, извините за то, что я вас перебил. Вы сказали, вы не обидели кинокритиков? На мой взгляд, нет. Потому что я считаю, что эта профессия вырождена. Я за последнее время не прочитал... Да нет, что за последнее время? Я за довольно долгое уже время, даже работая в театре, я уже в театре не работаю 12 лет, я не прочитал ни одной толковой, критической статьи о каком-то спектакле. Либо это... Сравнить статьи, которые мы изучали по истории театра, господи, да там так разбиралась на нескольких страницах эпизодическая роль артиста в новой премьере у того же Товстоногова. Понимаете? Да, а где, что я сейчас могу прочитать? А как вы относитесь к рейтингам, когда дают вот оценки на профессиональных сайтах, ленты оценивают этими звездочками, это совпадает с вашим представлением о той или иной работе, или вы не интересуетесь этим? Иногда это все, мне кажется, очень относительно, потому что, знаете, кому-то нравится, это все на уровне нравится, не нравится. Кому-то нравится арбуз, кому-то свиной хрящик. Эти оценки бывают совершенно необъективные. Обсуждение зрителей, несмотря на то, что я сказал, что мы делаем это для зрителей, обсуждение зрителей, ну, я стараюсь не читать, потому что, ну, они основаны тоже на какой-то личной вкусовщине, не только по отношению к артисту, а это, ну, как человек тоже может мнить себя кинокритиком. Ну, это же иногда смешно это читать и так далее. Я правильно... Высказывают, да, люди высказывают, люди высказывают какие-то по таким каким-то мелочам свои суждения, ничего в этом не понимая, в том числе и критики. Для меня, знаете, был случай, я его привожу в пример довольно часто. Он может быть смешным. У нас преподавала, был такой, это называлось, манеры, этикет и так далее. Вот это в институте раньше это было. У нас преподавала из незаконно рожденной ветви Трубецких. Варвара Николаевна Бецкая у нас была такая. Старушка, ей было тогда лет 120. Она посмотрела щелкунчик у нас, тревок. Мы к ней подбежали с Тайкой. Варвара Николаевна, как вам понравилось? Она говорит, боже мой, как же я вам не успел, деточки, объяснить, это ужасно, это чудовищно, что девочка, не достигшая совершеннолетия в Германии, никогда не могла надеть розовое платье, только голубое. Есть нюансы в профессии, в том числе вот в этой части профессии, есть нюансы, которые уже, к сожалению, потеряны. Я не брюзжу, просто судить об этом не надо, если ты вообще ничего не знаешь. Вот говорить, какие были спички в 56-м году, не надо. Вы когда-то сказали, что озвучивать Джека Николсона, вы готовы были, ну, за минимальный гонорар, чем он так велик, Джек Николсон, чем он, условно говоря, круче, чем, не знаю, все остальные из этого же поколения голливудских звезд. Он один из, он один из, он, на мой взгляд, он владеет блестящей профессией. Из иностранных артистов я его бы выделил, потому что он стоит у меня в разряде гениев, вот таких, как, например, у нас Николай Лимпчегриценко или Михаил Санчульянов, Евгений Павлович Леонов, Олег Янковский, например, вот такие величины, которые, которые вот я смотрю, думаю, ну, Господи, как же я вижу в нем, вот верное определение, я вижу в нем не Джека Николсона, я могу увидеть в нем другого человека, меня он уводит куда-то. Вот как Мэрил Стрип есть такая, тоже моя любимая артистка из иностранного кино, которая меня уводит совершенно от того, что ее зовут Мэрил Стрип. Она другой человек. Она не боится быть некрасивой, так же, как и Джек Николсон. Он не боялся быть смешным, уродливым, некрасивым. Он себя как угодно, вот он там просто вот такое впечатление, что у него что-то открывалось, и вот этот поток откуда-то оттуда соединялся с ним, и вот он творил, он превращался в нечто. Вот поэтому Джека Николсона я мог озвучивать, идти за ним, он меня брал за руку, такое было у меня впечатление, и вел куда-то прямо в... Да, был рекорд, я об этом говорил, я то ли за пять часов я озвучил, пока не сыграл в ящик. Вот я как открыл рот, и мы даже на обеденный перерыв не уходили, он так играл. Я говорю, а это было еще, знаете, как впечатление, вот как как от хорошо читаемой книжки, от хорошей книжки, когда ночью ты думаешь, ой же, господи, два часа ночи, а мне еще хочется, три часа ночи, а я оторваться не могу. Вот тоже у меня впечатление было от Джека Николсона, я думаю, а что дальше, а дальше что, ой, а, вот, и я, вот такой Джек Николсон для меня. Ну вот, при этом, ну, такую я общую вещь скажу, что Джек Николсон знает там полмира, если, ну, мы минус Болливуд, там, и может быть Китай, а Олега Ивановича Янковского знает только русскоязычная публика, и при этом вы недавно сказали, что Россия должна отказываться от участия в фестивалях, не должна представлять свои ленты на, в Каннах, там, и на прочее. если мы не отвечаем по их новым требованиям, если мы не отвечаем их каким-то, они же сейчас определили какие-то критерии, что должно быть в фильмах. Обязательно должна быть одноногая лесбиянка, желательно чернокожая. А мы где ее возьмем? Нет, зачем она нам нужна? Зачем она нам нужна? Нам, в общем-то, строить это, опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, у нас и так, в общем, образование, знаете, подхрамывает, понимаете, а сейчас мы будем еще колобка переиначивать. Но, ребят, до чего мы так дойдем? Нет уж, нет уж, нет уж. Знаете, была такая старая байка, легенда, что это тоже от старших товарищей. Когда давно Екатерина Алексеевна Фурцева, министр культуры, да, министр культуры, она говорила на одном совещании в Министерстве культуры, что, слушайте, нам надо как-то к истокам возвращаться. Слишком много, вот после фестиваля молодежи и студентов, вот там, западной музыки, многовато вот этого. Нам надо возвращаться к истокам. Значит, надо, может быть, организовать какой-то всеобщий, такой всероссийский, собрать всех казаков, там, кубанских, донских, ростовских, вот все, которые у нас есть, и создать такой всероссийский казачий хор. И, по-моему, Смирнов-Сокольский, в великий конферансье, он на этом совещании сказал, Катерина Алексеевна, уже пробовали, не получилось. Нас спросил, кто пробовал, тот ответил, Денихин. Возвращаться надо. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу. Зачем существует сказка про Золушку? Вот нас еще, наши мастера учили, ребята говорили о ней, уважайте автора. Автор, когда это сочинял, он же уже, он же о чем-то думал, понимаете? Он бы сочинял тогда, что Золушка это чернокожий, бородатый мужчина. Он бы написал так, наверное, но он написал как-то по-другому. Это не видение, это переворачивание с ног на голову. Я здесь вовсе не выступаю Крутицким из пьесы «На всякого мудреца» довольно простоты. Хотя Островский в этой пьесе очень здорово в его уста вложил следующую фразу. Вот возьму всю мебель и поставлю вверх ногами. Вот тебе и перемена. Ну, понимаете, это зачем? Тогда, если они какие-то вот такие требования выставляют, что вы должны, вы должны. Я вот так на них смотрю и думаю, слушайте, ребята, они много ли мы вам должны? Почему мы вам должны? Вот, чтобы было так, так, чтобы это было, вот как вы сказали, чернокожие, темнокожие, лесбиян, одноногая лесбиян. Ну, тогда вообще не надо туда ездить тогда с нашим кинематографом. Он у нас, в общем, есть. У нас был большой период 90-х годов, когда его почти не стало. И сейчас, благодаря очень многим хорошим людям этот кинематограф возобновляется. Очень мало времени прошло с начала 2000-х. Ведь я еще помню то время, когда по Ленфильму бегали крысы. Я это видел. Посмотрите, во что сейчас превратился, в какой гигантский комплекс... Шахназаров молодец. Нет, Шахназаров это Мосфильм. Это Мосфильм. Я застал, я про Ленфильм говорил. А вы про Ленфильм? А, извините. Первая киностудия, на которую я попал, это был Ленфильм с вздернутым полом. И там бегали крысы, вот так вот носились, значит, эти куски старых сценариев и так далее. Во что он сейчас превратился, какая красота, какие превратились. И Карен Георгиевич во что, в какой гигантский концерн, который работает. Я помню, когда я пришел первый раз на Мосфильм я попал, еще старая тон-студия, которую называли старая тон-студия, она стояла в руинах, а это сейчас гигантский, шикарный, оснащенный по последнему слову техники комплекс для озвучания. И одна из лучших, между прочим, причем сделана еще, по-моему, в то время, осталась и тон-студия, и осталась студия для записей симфонических оркестров. Я иногда туда прихожу и пою новогодние елки. Но это же сделано, сохранено, но исторически для этого прошло очень мало времени, поэтому, когда мне говорят, слушай, а что, ну что, не делается ничего, ребят, ну пойдите, сделайте, но прошло-то всего ничего, 20 лет, когда из руин стали поднимать это все. У нас есть традиции в передаче, под конец у нас золотая рыбка называется, она таки у нас есть, и у нас гость просит у этой золотой рыбки чего-нибудь вслух. Золотая рыбка, дай всем, кому ты сочтешь нужным, здоровья и ума. Спасибо. Спасибо вам огромное за беседу. Спасибо вам за беседу.